Привет, мои дорогие! Мы с вами находимся в Сочи, в Эмеретинской низменности. Я вам сейчас покажу, как это всё выглядит. Мы начали с самого начала, то есть дошли до такого места, где написано, что проход запрещен и штраф 5000 рублей. Это вот этот вот заборчик. И дальше здесь очень много людей местных, которые приехали сюда рыбачить. Кто-то приехал сюда купаться на велосипедах. А здесь есть также свадьба. Вот молодожены, очень красивая пара. И также здесь есть у нас пляж Бархатные сезоны. Сейчас мы с вами дойдём до таблички, где очень хорошо показано, что это за эмеретинская низменность и как это всё должно выглядеть. Ну и заодно посмотрим, как выглядит сам пляж. Кстати, вот здесь вот опасная зона. Купаться нельзя. Но я думаю, что может быть это написано для того, чтобы просто оставить какое-то место для местных жителей, для рыбаков. Я на самом деле не знаю, опасно ли здесь или не опасно. Но, конечно же, здесь такой же не очень удобный вход в море. То есть нужно по камням. Они довольно-таки такие вот булыжники, я бы сказала. По ним нужно пробираться туда вниз. А вот собака, кстати, есть. Вот такая вот собака. Уже, наверное, старая. Вот. Уже мы здесь видели такую молоденькую собачку. Не надо. Что боюсь? Собака тоже тебя боится. Вот. И дальше огорожен уже пляж территорией Бархатных сезонов. Я бы могла сказать, что этот пляж ничем не отличается от вот этого кусочка, по которому мы сейчас с вами прошлись. Здесь абсолютно все то же самое. Здесь только лишь вот огорожены. Бархатные сезоны для того, чтобы брать 250 рублей за лежачок. И для того, чтобы брать 150 рублей за зонтик. Вот. Кстати, на секундочку, на двоих это получается 650 рублей за один день. Вот. Вот такой лежачок и за тот зонтик. Друг у друга все забирают. Ну, в общем, камушками заколадывают. Все как в советские времена. Я помню, сейчас наши люди то же самое делают. Практически ничего не изменилось. И сам не пользуюсь. И оставлю для других недоступным. Ну, в общем, вот как-то так. Так, собачка идет с нами. Не понравились мы ей. Дочь у меня боится собачку. Вот это вот навесик. Бархатные сезоны. Все огорожено. На самом деле этот пляж 500 с чем-то метров. То есть более полукилометра сделано и отвезено специально для бархатных сезонов. А здесь мы видим, наверное, здесь вот пруды как раз. Но сейчас мы посмотрим, потому что здесь есть табличка. И здесь бегают люди спортивные, симпатичные. Ездят на велосипедах, на других приспособлениях различных. Ну, в общем, на пляже нету ничего такого особенного. Есть такие вот душевые кабинки. Они практически все открытые. То есть заходишь, моешься. Даже как-то приспособление буквой какой-нибудь там П, Г не сделано. Все видно, что ты там делаешь. Поэтому вот такая романтика колхоза. В принципе, ничего не могу сказать плохого. Но, вы знаете, вот что-то все время недоделано тут как-то. Видите, что закос под Турцию. Но чего-то им явно не хватает здесь. Вот такой вот Сочи-Олимпийский пляж. Сочи-Олимпийский парк туда. Он довольно-таки далеко. Видите, эмеретинская низменность. Вот как это все выглядит. Здесь довольно-таки много автобусных остановок. Я вот смотрю, тут буквально одна за одной автобусные остановки. И вот сюда вот на Красную Поляну, на аэропорт и в Сочи. А вот смотрите, какие автобусы ходят. Даже есть можно, в принципе, это сфотографировать. И потом можно поехать. И вот, что можно посетить. Вот. И здесь вот более подробная схема самой низменности. Здесь достопримечательности, которые можно посетить. И здесь есть даже пешеходный мостик. Вот такой вот. Он соединяет как раз несколько отелей между собой. И сегодня мы тоже хотим посмотреть, как это все соединено и как это работает. Вот, мои дорогие. Если вам было интересно, задавайте свои вопросы. Пока я здесь. Еще буду чуть больше недели. Я все вам покажу и расскажу. Ну, а на этом я с вами не прощаюсь. Я желаю всего самого хорошего. С приветом из солнечного Сочи, Катарина. И всем пока.